Дорогие друзья, рада вас приветствовать и передать вам пожелания удачного проведения нашего мероприятия от руководителя Ассоциации учителей английского языка, профессора доктора биологических наук ГОУ. По поводу нашего мероприятия действительно много положительных отзывов, потому что действительно необычно. Необычно в том плане, что мы, конечно, понимаем, что школа, организация, которая должна быть самостоятельной в плане отношения к вере и так далее, но основные моральные ценности никто не отменял. И поэтому сегодня мы как раз-таки об этом будем говорить, о месте церкви в нашей жизни. И удивительно еще то, что мы будем говорить об этом на английском языке. Мы учим язык и пытаемся... Наша основная мысль изучения языка заключается в выражении наших мыслей с носителями языка, с людьми, которые владеют этими языками. И мы очень часто не все мысли можем выразить. А сегодня мы будем использовать туристику, которой нет в школьной программе. То есть это большая возможность решить наш лексический запас с одной стороны. И с другой стороны, конечно, главный вопрос. Это то, как мы видим место церкви в нашей жизни, то, как мы видим свою жизнь во всем, так сказать, мире. И наше отношение к Богу, к тому, что он нам завещал, если так, простите, можно сказать, его заветы, его идея, его главная идея. Вот обо всем этом будем говорить. И, конечно же, это очень актуально и нужно. Спасибо. Парни, участники нашей сферы. Рад приветствовать. И я вот, в один суслопом увлечения, меня направили к вам. И вот само название конференции, в основании, в скользь время, оно уже заставляет задуматься. Действительно, в нашей жизни меняются какие-то обстоятельства, ритмы, способы передачи информации. То информационное поле, в котором мы сейчас все находимся, оно такое многогранное. И во всем этом поле всегда мы чувствуем и можем проследить некую красную линию и константу, которая составляет такое сознание, можно сказать, народа. И вот на земле, по которой мы ходим, такой константой стало на протяжении уже многих веков, как раз православной веры и православной церкви. И для того, чтобы нам вникнуть, можно сказать, и разобраться и в самих себе, приоткрыть вот эту, может быть, загадочную русскую душу, нам ни в коем случае нельзя выпускать вот эту религиозную составляющую, которая в жизни нашего народа бессловно присутствует. И если у нас получится хотя бы сделать вот эти вот первые шаги и дальше как-то развивать этот вопрос, то у нас появится много точек соприкосновения и в целом, можно сказать, срезом жизни нашего народа. Мы сможем и понять, о чем писали наши классики и Достоевский, и Александр Сергеевич Куршкин. Сможем понять, с чем был полемик у Лев Николаевича Новостой. И сама история нашего народа, она из страны заиграет, можно сказать, новыми оттенками. И прошлый XX век, он, безусловно, как и любой век, особенный. А в том направлении, в котором мы сейчас собираемся его рассматривать, здесь много вопросов, и на некоторые уже есть ответы, на некоторые мы находимся в таком поиске. И можно сказать, что это период, в который при этом устоявшийся порядок, как давно до веков, он был заменен новым, всем новым. И причем в этом новом порядке не всем нашлось место. И в частности для православной веры и церкви это был период больших испытаний. Как писал в то время глава Русской Православной Церкви, ныне прославленный в лиге святых, Петильский Патриарх Тихон, «В тяжкое время переживает Святая Православная Церковь Христова в Русской земле. Годнение воздвигли на истинную Христову явные и тайные враги всей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христова». Но, несмотря на все эти обстоятельства непростые, через которые и народ наш прошел, и сама Церковь, и все люди, которые хранили в сердце своем как раз вот этот огонек веры Христовой, вот эта традиция и стремление к Богу, оно не прервалось. И для того, чтобы нам как раз вникнуть во все это, мне кажется, очень актуальны эти вопросы, которые на нашей конференции, как-то в качестве поведения поставлены. И я заранее так и благодарю всех, кто трудился, и надеюсь, что наши такие совместные труды принесутся в обильные платы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сегодня мы поговорим не только о Русланской Курсии, но и о возможностях развития по-настоящему 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 по-настоящему. Сегодня мы поговорим о том, что конфликта и критики, которые находятся в их сердце. Субтитры создавал DimaTorzok Мы все знаем, что ничего не идеал, и много раз мы испытываем темп, забывая, кто мы, и каждый раз, после понимания нашей души, мы вспомнили Бога, и те спиритальные тренировки мы получили от Иисуса Христа. Российская Ортодокска Крючка ведет в таком виде, и она уверена, что в том числе, как источник, знаменитого Бога. Некоторые могли бы сказать, что это было вчера, но это сегодня. Мы все живем в временах фикционного свободы, и почти ничего не предупреждено. Мы уничтожены идеалы жизни,混лены с сенсами и temptations, которые находятся в каждой сфере нашей жизни. Сегодня мы, кажется, знаем о том, что мир вокруг нас. Многие отправили людей и сателлиты в space, создавали фантастические средства транспортного и коммуникации, создавали искусство в почти каждой сфере искусства, создавали мощные оружие, чтобы бороться ни физическое оружие. Но кто cares о мир внутри нас? Это вопрос о том, что нет. Это вопрос вопрос о идее, но наши анслышесы уничтожили. Согнат от all, Россия, народная Логовая, не останавливаяся since храмом, но опрессираются с какими словами. Расскажи не утверждали всю свою силу от людей. И люди получают вероятность, 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 вероятность и счастье. Они находят в пути к Богу и в пути к Славиации. И люди получают вероятность. И люди получают вероятность. И они получают вероятность. Продолжение следует... 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 когда люди могли защитить опасные инфекции и делать подобные вещи. Но с 17 октября 1970 года, и все время существования в УССР, Россия Отечественная школа была в университете. Но, несмотря на ситуацию, Россия Отечественная школа помогала людей, используя все возможные возможности. И, как бы, Это лучший пример, когда Россия Отечественная школа представила имя Митридонской и авиационной армии имя Александр Нестов. Это было до 1991 года. И до того момента, до того момента, когда УССР не существует, и Россия отечественная школа не существует, мы можем помочь людям в художественных ситуациях, и все возможное возможности чтобы помочь им. В конце концов, я могу сказать, что Россия Отечественная школа всегда помогает людям, в любом случае, в любом случае, в мире и в стране. И я думаю, что верующие в Бога это сделают в будущем. Эта школа это вероятность на конкуренцию от Государства от Государства. Спасибо за внимание. Отечественная школа Отечественная школа Отечественная школа Отечественная школа Отечественная школа Продолжение следует... 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 Он сказал, что его семьи не будет ехать, если он был храмом. Он говорит, что он любит его семьи больше всего. На 3 марта 1917, его семьи были изолены от окружающих в Алисандрске. Soon, он отправил его семьи и их семьи в Тобольске, Сайбуре. После проведения 9 месяцев, его семьи были транспортированы к Москве. Однако, этот план был только фейк. Ураль Болшевиц сезда на тренажей в Москве и его семьи в Екатеринбург. В Екатеринбург, его семьи были в пресене в одной из городских домах, Екатеринбург. Его семьи были ввели на 17th July и ввели в столе. Екатеринбург вернулся в его семьи. Он был встанем. Соседанинбург, его шансы после сезда. Соседанинбург, его семьи был ввели. Он был ввели. Они уникали в воду. И ввели в кровь и ввели в воду. Ресклинивали их в вред. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Добавил Добавил ДimaTorzok 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 Также, в моем работе, я добавил информацию о 15 людей, 8 из них были присты, 9 из 15 были executed, while the road of life and the rest got lost on the boundless westerners of the far north. Amongst the people I have hardly collected information about is the last senior priest of the Крепнинская church in Единсова, Александр Вороншин. The research work on his archive documents continues. People who suffered in these hard times weren't apostles, but by their martyrdom they in some way repeated the road of life for the first disciples of Christ, those who were hated, persecuted and executed by half of that world, the Roman Empire. Like centuries ago, each of them had their own color-7, Butovo firing range, Zalatki, White Sea Baltic Canal camps or a countless number of support labor camps, spreaded around all the country. We should know about all these people as well as about the travel time, which like a 70-year-old long hurricane grew over our country. Similar things have already been before, and we have to understand and remember in order not to repeat mistakes of the past ages in the future. Undoubtedly, the long-suffering and watching blood of warriors and martyrs land the rules still hides many unknown names of heroes who gave their lives for their beliefs something as imposant as the executors might have done. But such heroes in the times of trouble have become a real example of uncrushable will and spirit. And in the period of theomity, negation of historical roots and ways, desecration of reliance, people who died for their nation and faith, eventually became the theme of life which has travelled through the darkness of God-business, being for us a vivid example of true love about God and Motherland. I would like to finish with the words of Mount Hermann Maitushin. So many places are still to be passed, so many lines are still to be written. We everywhere see the face of Christ and the extension of His prostitution. I'll disappear from the earth and leave this world mundane, exalt my foes as if I've lost. I have forever passed away, but pointing with pleasure to my grave, do not with satisfaction speak. You also will disappear then from world mundane one day like me. Buried without lust rites, not under the cross I am lying, a grave with a scripture above. And even for this I'll thank you. On scripture the number is written, has replaced it some way that my name. But thank God on the earth my existence has finally come to its end. And now I'm wandering alone, to say my word to omnipotent Lord. My Christ, I have been to inferno, were thou sent to eat again to suffer more. My Lord, please meet my expectation, in order to my foes, not to glee. I haven't sought the gods, but the salvation. I've never need to them, but just to thee. I've always lived with thee upon the globe, and every breath has sound a praise to thee. And that is why the sons of life have thrown to hell mundane in life on earth this me. I haven't carried out all the woes, and into sin have fallen all the time. But never I've denied thee in my soul, for every one excruciated in this life. And it my soul that's before thee now, with no place in it that is alive. As on the earth I've felt just only sorrow, that in my heart for years I have had. From head to heel in wounds I am, but most of them is bleeding so, that people of the world mundane have blindly rejected thee, my Lord. Omnipotent Lord, forgive, by me committed wicked sins. But hear Theotokos that grieves, and always prays for us to thee. And having come to thee, my Lord, I don't plead for mercy towards me. Deliver from calamities and woes, my Holy Ruz, I pray to thee. I'll disappear from the earth, and leave this world mundane. Exalt my foes, as if I've lost, I have forever passed away. But pointing with pleasure to my grave, do not with satisfaction speak. You also will disappear then, from world mundane, one day like me. We have covered very serious items, very serious issues. And I have spoken about the Ten Commandments, which determine the moral conduct of Western world. And I like to retract your attention to one scene. What orthodox implies? Orthodox means straight worship. Straight worship? God. Almost all of us know the Ten Commandments. And very often we pray to God for asking something, asking for something. And do we often think, what can I give back? What can I do to manifest my love for God? Do we often speculate over this issue? Really, it's a serious question. And the Saviour summarized these Ten Commandments into two principles. Love for God and love for others. It seems to me when we say, I love God, these words are clear to us. But love for us. What does it mean when we say, I love him? For example, people. Yes, we love people. But what about my neighbor? Do I know him? Do I know him? Do I show my love to him? That is the question. And so, the main aim of this event was to encourage young people to speculate over the question. What can I do to show my love to you? And let me give you a piece of advice. I can't say that I have thought of that. Of course not. It's not me. But I have read. It's very wonderful, I think, advice. Don't do things to others if you don't want them to do to you. Or another way or the same thing. Treat other people as you would like them to treat you. Try to do it. And you are sure to be pleased not only with yourself, but if your neighbors, if your friends do the same. It seems to me more and more people around us than we have. We love to you and we hate thanks. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. Действительно, вы совершенно правильно сказали, что так вот слушать-то можно. И так любить Бога, и любить всех людей, а соседей-то любить, конечно, сложно. Один врачик, это еще неизвестный врачом, сформулировал, что такой есть настоящий бумаг. Он, конечно, так немножко дает. В теплотажном для этой лутофи можно отделять в литрах. И сколько литров крови ты готов пролить за свою пищу. Вот сегодняшнюю тему Анну Анушину будет показывать именно о том, что один проявляет свою врач. И что можно, как можно наказать свою любовь настоящую? Правильно? Это не то, что он мне в тайне, а то, что я прав. То, что любовь у нас всегда дает. Наш Бог есть любовь. И Бог, Он всегда дает твою любовь. Он дарует нам жизнь. Вот когда священный поиск, и другие вселенные. Какая-таки вот простые слова, но они существуют. Священный говорит о том, обращая к Богу, ты нас привел из небытия, обытия. Основное такое слово, потому что у нас много страшновато становится. Из небытия, обытия. Вот, может быть, для нас такое дело пока ничего не значит. Но я уже мечтаю о тебе задумываться, потому что скоро мне уже и переходить и дальше. Или так. Это будет. Поэтому, конечно, чтобы это не прошло на нас даром, надо бы задумываться. Вы сформулировали сегодня золотые евангельские правила. Поступая с другими этапами, почешено. Поступая с тобой. Вот, хотя бы так начать чуть-чуть. Это надо. Помоги нам лучше. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПОТИКЛЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...